Всем привет! Сегодня мы едем в Таллин на полтора дня. Сейчас 10 утра, то есть примерно в 4 часа мы будем в Таллине. Наконец-то мы заезжаем в Таллин, и он встречает нас с солнцем. Очень здорово, очень классная погода. Мы заселились в квартиру, которую снимаем. Я обычно снимаю квартиры на Airbnb. Если вы любите путешествовать, но ни разу не пробовали Airbnb, вы можете получить скидку, если зарегистрируетесь по ссылке, которую я оставила ниже. Давайте я покажу квартиру. Она небольшая, но в ней есть всё необходимое. Мы здесь остановились на одну ночь, поэтому нас устраивает такой небольшой размер. Есть всё, что нужно, можно приготовить завтрак. А сейчас мы пойдём пообедаем, поужинаем, потому что у нас не было обеда, а время уже практически ужин. Мы сейчас сходим в одно место, которое находится по пути к старому городу. И затем посмотрим старый город. Очень симпатичные деревянные дома. Немного напоминает город Иркутск в России. Ух, чуть не упало. Под ногами лёд. Там находится старый город, но мы пока в него не идём, мы пойдём перекусить. Я думаю, что в том симпатичном здании находится бар, в который мы как раз идём. Я думаю, он называется Пёбель. Я не уверена, как читается. Надеюсь, там вкусно. Мы сидим в небольшом зале, очень уюзом. И посмотрите, стены украшены книгами. Здесь очень большой выбор эстонского пива. Попробуй. Никита не пьёт, поэтому будет завидовать мне. Поэтому пробует. Очень вкусно. Вкусно? Здесь даже есть книги на русском языке. Кто может прочитать автора этой книги? Мы заказали сырный суп. И какой-то фирменный суп. Я уже не помню название, но выглядит очень по-домашнему. И нам ещё принесли хлеб. И что это такое сало? Пока мы ждали еду, открыли книги. И у меня книга с красивыми литографиями. А у Никиты энциклопедия с диском. Медицинская энциклопедия. И что на диске? На диске апрельский завод. Большая медицинская энциклопедия. Номер 24. Сердцебиение плода. Сердцебиение плода. То есть, как записано, как бьётся сердце у ещё неродившегося ребёнка. Тем временем нам принесли еду. Ягнёнок. И у меня эстонский бургер. Выглядит очень аппетитно. Никита, убирай книгу, давай кушать. Здесь очень вкусно. Я рекомендую это место. Огромный выбор пива. И очень вкусная еда. Мы идём в старый город. Здесь мощёная дорога. И почти нет людей. Какой красивый закат. И посмотрите, здесь невооружённым глазом видно звёздное небо. Наверное, мы настолько привыкли, что в Санкт-Петербурге чаще всего небо пасмурное, что практически не видно звёзд. А здесь просто какой-то волшебный вечер. Огромное сгруш muitas vilка. Играет музыка. В этом доме жил первый президент Эстонии с 1922 по 1940 год, а затем здесь находилось финское консульство. Мы находимся рядом с центральной площадью, и здесь расположен, наверное, самый знаменитый в Таллине ресторан Олды Ханса. Там играет живая музыка и подают еду в средневековом стиле. Но мы решили, что это слишком популярное место, поэтому мы туда не пойдем. Но зато мы покажем вам другие классные места. Доброе утро, друзья! Сегодня второй день, как мы находимся в Таллине. И у нас большие планы. Мы хотим сходить на рынок, который находится на Балтийском вокзале, посмотреть новый классный молодежный район. Затем мы пойдем в морской музей. И затем прогуляемся по старому городу и посмотрим достопримечательности, которые находятся внутри него. А сейчас мы проходим через живописный парк. И сегодня очень классная погода, немного идет снег, но при этом не так холодно, как вчера. Посмотрите, это стена, которая окружает старый город. Выглядит очень величественно. Мы пришли на рынок рядом с Балтийским вокзалом. Пойдемте посмотрим, что здесь продают. На втором этаже рынка можно купить винтажные вещи. Магазин антикварных вещей. Старые советские игрушки Чебурашка и Гена. А это герои космонавтики Белка и Стрелка. Друзья, я сейчас просто окунулась в свое детство. Посмотрите на эти игрушки. Такая печка была у меня в детстве. А вот здесь очень популярные советские игрушки. Вот это герой советского мультфильма Карлсон. Вы, наверное, читали историю про Карлсона, который живет на крыше. А этот мужчина, немного пугающий внешности, это Юрий Куклачёв. Юрий Куклачёв дрессировал кошек и выступал с разными номерами. Кошки показывали разные трюки. Вот такие игрушки у меня тоже были в детстве. Они называются неваляшки. Неваляшки, потому что если наклонить куклу в сторону, она будет делать такие движения и в конце концов остановится в своем исходном положении. Это мишки, символы Олимпиады 1980 года. А это загадки. Кубики, из которых можно составлять рисунки. Я не знаю, правильно ли я читаю. Кафе называется Air Hoon. Здесь очень здорово, очень красная атмосфера. За ваше здоровье. Очень вкусно. Мы направляемся к музею кораблей, к морскому музею. Наш совет — это уходите с проторенных дорожек. То есть исследуйте места, которые не так изучены туристами, потому что обычно в очень туристических местах цены достаточно высокие, а там, куда ходит местное население, сервис и качество еды не хуже, а даже очень часто намного лучше, чем в туристических кварталах. Еще мне нравится очень здешняя архитектура, просто бомбические дома. Если честно, я не подозревала, что в Таллине так много деревянных домов. Это очень здорово. Посмотрите, какие они все красивые. Они все цветные, но при этом общая картинка не выглядит разрозненной. Все очень лаконично и сбалансировано. Еще, чем мне нравится Таллинн, тем, что здесь в основном малоэтажная застройка. Если сравнить с Санкт-Петербургом, в центре, да, есть дома не выше пяти, максимум десяти этажей. Но тот район, в котором мы живем, имеет очень плотную застройку, и дома в основном двенадцати, шестнадцатиэтажные, даже двадцатипятиэтажные. Посмотрите просто на контрасте, как здорово здесь видно небо, дома такие милые, классные. И мне после пива просто замечательно. У меня ощущение, что вечер будет солнечным. Смотрите, моряки ходят по подводной лодке. Ну что, пойдемте внутрь подводной лодки. Ой, ничего себе, смотрите, это верхняя койка. И нижняя, главное было не удариться головой. Опа! Вот так выглядела кухня на подводной лодке. Две кастрюльки, в одной борщ, в другой гречка. Приятного аппетита! Если честно, я не представляю, каково было жить и работать на подводной лодке. Потому что сейчас здесь открытое помещение, то есть воздух заходит. И все равно немного душно, начинает учащенно биться сердце. А представьте себе, каково было морякам, когда они проводили здесь просто месяцы. Это очень героический труд, я считаю. Служба на подводной лодке. ПОСЯТЬ ВОЛЯИ Возвращаемся в старый город. Мы подошли к самой знаменитой Таллиннской церкви Святого Олафа. В XVI веке это было самым высоким зданием в мире. Её шпиль, 159 метров, служил ориентиром для кораблей, а также нередко ловил молнии. За всю историю по падению молнии сжигали церковь дотла три раза. Смотровая площадка зимой закрыта, но летом вы можете подняться туда, чтобы посмотреть на Таллинн с высоты птичьего полёта. Итак, мы пришли на Ратушную площадь. Изначально это было место встреч, а также здесь устраивался рынок. И даже однажды была проведена одна казнь. Вроде как человек неправильно поджарил омлет. Из-за этого его казнили. Не знаю, верит ли эта история, она достаточно странная. И здесь же находится самая старая аптека. Десять поколений одного семейства управляли этой аптекой с XVI по XX век. В средние века здесь продавали изделия из змеиной кожи, порошок из рога-единорога и также снадобья из мумий. На улице падает мокрый снег, и мы решили, что сейчас самое время для горячего шоколада. ПОДПИШИСЬ! 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 советского режима в этот прогулок, или как сказать, на эту лестницу приходили шпионы, потому что здесь можно было передавать сообщения, а в этой двери находились подслушивающие устройства. Не знаю, правда ли это. Мы сходили на небольшой шопинг в Стокман. Если кто не знает, для не граждан Европейского союза туристов, действует скидка 10 процентов на товар. Что нас удивляет в Таллине, так это то, что здесь практически нет людей. Посмотрите, улицы практически пустые. Не знаю, где все проводят время. Возможно, в барах и дома. Девяти часов нету, да. Да, еще даже нет девяти часов. Уже даже с семи часов никого не было. Иногда ездят машины, а в основном просто пустота. И это как-то странно, но в то же время это классное место для интровертов. Вот. А сейчас мы пойдем в знаменитый блинное кафе. За 16.50 мы взяли два блина, и пиво, и чай. Посмотрите на размер этих блинов. Для сравнения, моя рука. Мы сейчас направляемся в сторону вокзала. Впечатлений было столько, что такое чувство, что мы провели в Таллине целую неделю. Хотя мы здесь были всего лишь чуть больше 24 часов. Этот город очень классный. Я думаю, здесь здорово в любое время года. На Рождество или после Нового года, или летом, не важно когда. Обязательно приезжайте. Я надеюсь, что наши советы вам помогут. И до встречи в новых путешествиях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok